I have ways of blowing things up. Стивнейшая штука. Ай, че я милю. Так, и да, нам дальше, нам в гробницу эту... Кстати, ребят, да, хочу признать, что обдумав свои... Пересмотрев свои выводы после прошлой серии, я понял, что, естественно, следующим должен был быть... Должен умереть был именно вот этот вот их предводитель экспедиции, очкарик, а не самуанец. Я почему-то думал, что предводитель экспедиции, он как самый последний мразь, он всегда сдохнет последним, но нет, здесь, как вы видите, разработчики пошли по другому пути. Здесь они убивают исключительно белых мужчин, то есть дед Ирландец, потом вот этот вот чувак, которого мы спасали от волка вначале, его убили, потом убили Алекса на корабле, сейчас убили предводителей экспедиции. Мы, ребятушки, замечаем, все четверо из них белые мужчины, то есть, кто у нас остается? У нас остаются женщины, которые исключительно белая, азиатка и черная, и у нас остается Самуа, который здесь тоже в виде меньшинств, так скажем. В общем, все злодеи это белые мужчины, все убитые из нашей команды на данный момент это белые мужчины. Официально признаю эту игру расистской. Это абсолютнейший расизм, и это так, как нельзя делать фильмы, игры никогда. Не то, что в 13-м году, не то, что сегодня. В принципе, никогда. Так делают... Ну, так делать некрасиво, собственно, ну, тогда люди, наверное, еще не до конца понимали, что происходит. Сейчас уже многие, наученные горьким опытом, понимают, что такие фильмы обычно литейшее говно и начинают их скипать, а на тот момент, видимо, неокрепшие умы еще не были готовы к такому развитию событий, поэтому такое прокатывало. Думаешь, тебя слышно из-за такого ветра? Ты же понимаешь, что звук это... Ладно, с кем я разговариваю здесь, чтобы она что-то понимала. Зачем мы это слышим? Ты знаешь, что их компрессуют? Я знаю, что их компрессуют. Так, патрошки на драбашь мне предлагаете, да? Патрошки на винтовке тоже предлагают. Их 92, но они такие себе. Кстати, сразу глушитель оденем. Почему-то после каждой загрузки, неважно, смерть или просто загрузка в новый день, глушитель снимается и всякое такое... Почему? Блин, не знаю. Если я его одел, наверное, хотел, чтобы он был одетым. Если я его не снял, я хотел, чтобы он не был снятым. Но игра такая... Чувак, кто ты такой, чтобы что-то там хотеть? Я сделаю все, как мне надо. Красиво. Прямо бубном об асфальте. И, конечно, в нее не попали, заметьте. При таком ветре они стреляют из лука, но попадают в трех миллиметрах от головы. Блин, это тот босс. Носпел забыть про него между деревьями. Я не хочу биться с этим говном. Лучшее, что можно делать при сильном ветре, это стрелять стрелами. Это я знаю. Да, ребят, вы, конечно, молодцы. Что вы мне предлагаете? Это арена? Это бочки? Твоё что-то, матрёшь-то. Три удара катаной, мы выживаем. Хорошо, будем знать. Вот тут бы мне, конечно, да, пригодился бы у Вилл Маг на дробашку. Собственно, я вам это говорил и в прошлый раз, что мне хочется эту штуку, но всё-таки больше мне хотелось бронебойные стрелы на лук, потому что эти ребята... О! Чё? А, это всё-таки взрывоопасно, я понял. Это что сейчас будет? Он на меня будет идти волнами. Или... Или... Или что происходит? Что мне нужно сделать? А, вот я понял, что мне нужно сделать... Он в это попадёт, конечно, он в это попадёт. Опять же, при таком сильном ветре или стрелять из лука... Спасибо, ребят, без вас я не доб... Ой, блин... Иди сюда, уа! Не спрашивайте. Подбеги ближе, да. Что вы делаете? Куда вы ползёте? О, я понял. Давай, раком уползай от него. Да зарядись ты, а не прыгай. Ох, тут ещё... Нет! Да-да-да, курей госаде. Тазарядись ты. Почему всё приходится по два раза нажимать? Игра. Чё, для особо тупых... О, спасибо. Зачем ты сюда прижалась, блин? С этой стороны стреляет и наберёт, короче, овца прижимается. Изыди. Нормально, с двух стрел. Два Робин Гуда фиговых. Всё, убил в руку. Нормально, в мизинец прямо. Чё, этих я... А, этих я уже лутал. Точно, точно, точно. На дробах здесь патронов стало, с печальком. Это патроны на винтовку дают, так понимаю, да? Угу. Четыре стрелы. О, на дробах дали патроны. Хорошо. Они ещё не перезаряжены, будет красиво. Наверх я сам не могу залазить. Могу. Хорошо. Трошки на дробах. Патроны. Две стрелы тебе недостаточно. Да, ладно, давай. Да хорош метаться там, ну блин, кони. Вы чё делаете? Так, ладно. А, тут были ещё патроны. Я видел. Спрыгни, отпусти, фу. Итак. Не хотят они с нами близко общаться. Куда вы побежали? Что, блин? Да, да, да. Ваааа. Ой, я тебя не облутал. Да на... Вот как специально прицел уводят. А тут я сейчас и убью. Я прыгнул, прыгнул. Иди поговорим. Айкундо. Айкундо, да-да-да. Чувак улетел. Всё, арена закончена. Я могу идти по-человечески. Так себе деталик поднабрал, на самом деле. А вон патроны. Тут куча патронов лежат. Взрывные бочки. Ну, то есть... Или я ещё не всё видел, а ли это всё было рассчитано, не знаю, на управление на геймпаде, что ли? Тут и так, блин, мышка, офигеть, как тяжело целиться. Прицеливание очень кривое. Постоянно норовится скользнуть, спрыгнуть, слезут. И всё, что только можно. Так, 30 патронов максимум, да? 150 патронов. Но и опять же, они улетят очень быстро, потому что... Яй! Ага! Фигай! Сюда кто-то идёт, нет? Нет. Интересно. Нет, нет. Если никто не идёт, то я пойду. Да-да-да, всё-таки было, чувак. Я тебе сейчас колено прострелю. Да я с перепугу ему, конечно, влепил. Ещё ж такое говорю, сюда кто-то идёт. Не, блин. Да иди нафиг. Случайно в голову попал. Извини, чувак. Да-да-да-да-да-да-да, всё-таки было, чувак. Стрела взрывает, ну да. Я же даже не огненно стрелял. Я сейчас пытаюсь... О-о-о-о, как ты ж нафиг тебя. Да? А, тут у тебя шлем был. Я сейчас пытаюсь использовать стрелы по той простой причине, что я всё-таки прокачал лук, мне нужно его хоть как-то использовать. Хотя, да, я вижу, что вокруг лежит куча патронов, и предполагается... Предполагается, что я буду с ними сражаться именно вот так. Да я так и буду. Мне ж не в лом. Ну и нафига мне этот, блин, смертельный удар, если он не смертельный? Что тут, чувак, просто бегает по кругу, так и спасите! Я не хочу быть в этой игре, куда вы меня засунули? Чё происходит? Кто орёт? Что за пародия на Mortal Kombat, блин? Хэви можно просто ваншотнуть, круто! Кривые олени. Всё, мы договорились. Новая модификация. Ты кто такой? Давай, до свидания. Можно что-то было... А, утром не забрать. Да нет, только на дробаш потратим. В смысле, на дробовик они полные? Ладно. Ну, то есть, ну это было несложно. Это было криво, но это было несложно. Всё это было так преподнесено, как какое-то испытание. Ты чё делаешь, встань овца? Я не могу двигаться. Я не знаю, что за глюки. Она там встала и не могла двигаться. Ну и, естественно, мне сейчас... Естественно, мне сейчас придётся драться с большим этим переростком. Тут даже не надо было клацать. Я уже просто сразу клацать начал. Добивание вот эти смертельные? Ну, не знаю. То есть, да, есть. Вот, например, чувак в плохом положении, так скажем. Вот. На него кликаешь добивание. Добивание не происходит. Чувак остаётся живой. Всё нормально. Всё ему хорошо. Наоборот, ты ему даже помогаешь там быстрее подняться. На бабушку через дорогу порывай. Ну, понятно. Да, да, да. Ага, ГРРФ. Давай без кута ешьем. Зачем ты? Такую кучу брони просто снесло. Опять же, откуда ты знала, что это случится? Фишка в чём? На неё выходит огромнейший такой шкаф. У тебя есть автомат, дробовик, пистолет. Что-то достаёшь? Лидару. Да. Самый логичный поступок в мире. Спасибо. Хоть не так холодно будет. Что мы там понакалякали по деталькам? 360. На что-то, может быть, даже хватит. Что я там по лугу хотел или уже не хотел? Разрывные я не хотел. Стабилизатор. Повышает точность полёта и урон. Хочу, да, но... Так. Ну, пистолет. Пистолён, кстати, он сейчас легче вставляется в оружие, уменьшает время перезарядки. Это последнее, что на него осталось? Нет, есть ещё автоспуск, который делает его автоматическим. На автомате полностью все модификации мы просто ещё не открыли для него что-то новое. На дробаше есть вот патронник. Увеличивает урон, который... Да, я хочу. Есть зарядка. Ускоряет перезарядку. То есть урон или зарядка? Ну что ж. Это у нас повышает точность урона от выстрелов. Это у нас повышает урон. Или более ускоряемый. Ну, то есть там четыре... Я хочу всё-таки в эту сторону идти, наверное. Хотя... Ну, посмотрим. А это... А, есть... Стабилизировать. Ещё стабилизацию тут можно вплести. Короче... Да, давайте я возьму ускоренную перезарядку. И следующим возьму, наверное, или увеличение дэмэджа, или барабанный магазин. Потому что, наверное, даже всё-таки больше к барабанному магазину склоняюсь. А, ну, у нас сейчас полный, перезаряженный. Поехали дальше. Тут нам опять дают потрошки. У нас всё везде говорят, что Макс принёс. Макс-симально. На, ну да, я же сохраняюсь автоматически. Я что-то не знаю. Вот, подмотку я нажал сохраниться, а там не надо. И так. Загадочные загадки. Снова. Давайте я угадаю. Это я сейчас покручу, это будет на время, да? Ага. Я что-то сюда залезла. Окей, это не поднимается, потому что вот там закрыто. Там закрыто, потому что... Потому что гладиолус. Это сейчас будет на время, да? Или это сейчас будет на время? Таня. Нинечка, может мне там закрыть эту штуку, нет? Что-то... А, ты хочешь, чтобы я вот это вот сделал, я понял. Пробивай. Очередное дно пробито. Теперь ты хочешь, чтобы я сделал вот так. Я знаю, как мне на это попасть. Нужно вот это закрыть, наверное, да? Теперь эту штуку вниз. Что, тут что-то есть. Турно из Ганьсю. Поэтому китайскому гончарную изделию тысячи лет, оно попало сюда еще до основания Яма-Та. Яма-Тая. Яма-Тая. Ничего на нем больше нету. Ну и хорошо. Ну что ж. Типа секретку нашли. Давай еще там покрутим сейчас, что получится с этого, я не знаю. Окей. А как теперь... То есть, серьезно? А, вот как ты хочешь. Довольно неочевидно все это, ну... Ладно, фиг с ним. Золотая рыбка. Так, а почему... Пардонте. Я думал, это будет так работать. Ну, то есть, мне же явно туда. Что я еще тут упускаю? А вот это здесь зачем? Да зацепись ты! Тут есть трамплин, который... Все, я понял. Да! Как ты меня бесишь, Ларочка! Зачем ты так? Подтянись. Вот что ты хочешь, и вот зачем ты это хочешь, да? Давай тогда заберем вот эту штуку, раз мы уже все равно здесь. Шестьдесят пять деталей. Оп! Стоп! Что это такое? Храм над ущельем. Координаты... А, эти координаты, блин, не этот храм. Ага. Чтобы изучить. Я могу сделать это прыгать. Конечно, можешь. Загадочные загадки. Ты еще менее осторожно ходи там. becomes the new queen. Wait a minute. Многие уйдали свои души, желательно за этот подарок. Теперь первая и последняя queen живет поле жизни. A soul in the decaying body. Веселы. Это не трансферрит power. Это трансферрит a soul. Ну да, да. Все эти queen, они все... Ты! Himiko. Тебе только дошло, что ли? О, Господи. И теперь ты хочешь Сэма. Ты хочешь жить в Ази... А, нет, стой, 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 стой. Все правильно, что я говорю. Фу, она же... Она японка. Естественно, она хочет азиатскую... Азиатскую девушку себе. Я скажу... Да, 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 ты все это прекратишь. Вернее, ты будешь туда лишь пытаться тупить и останавливать меня, а я прекращу. Так, Хоси. Конец. Хоси оказалась перед поистине ужасным выбором. А я, похоже, повторяю ее путь. На какой выбор предстоит мне? Выбора у меня нет. Я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца, но не подчинюсь обряду и не стану новой императрицей. Тому, что я узнал, никто никогда не поверит, но это правда. В императрице солнца живет немыслимое зло, жаждущее вырваться за пределы Яматая. Это безумие должно когда-то останется. Решено. Я приду в зал с кинжалом, похищенным у командующего стражей. Когда императрица поймет, в чем дело, будет уже поздно. Все, что я собираюсь совершить, я сделаю ради Яматая. И все жрицы последуют моему примеру. Мой смертный час прибыл. Она собралась зарезать себя, чтобы не стать сосудом для этой императрицы. То, что я вам, в принципе, и говорил, ну вам ей вот этой вот... Вот говорил, что императрица хочет просто вселиться. Она живет в разлагающемся вот этом вот трупе, в мумии. И она хочет вселиться в нормального, живого, спелого человека, чтобы просто дальше жить и командовать, получить жизнь. Там еще лет на 60, 100. Не знаю, насколько у нее там магия продлит жизнь в этом теле. Вот. Короче, ей стало скучно просто валяться, как мумии. И она решила бунтануть. Ну что ж. И это неплохо. И это неплохо. Кстати, я вам говорил, почему нету женщин против нас не воюют. Ну, типа, вот главный злодей это женщина, но по сути это не женщина. По сути это какая-то там богиня, где-то что-то, мумия, всякое такое. После этого лагеря невозможно... Да плевал я на это, вы че, какая точка невозврата? Куда я буду возвращаться? Куда там возвращаться? Объясни мне. Игра. Как же это попало на Яматай? Вазы найдено, две из трех. У-у-у. Больше ничего там не написано. Да и пофиг. Давайте перетахнем у Костерца. Сто деталей я ни на что не потрачу. Интересно, это точка невозврата, в смысле дальше будет босс-файт или дальше будет еще что-то? Я вот просто неинтересно. Ладно, пойдемте посмотрим. Кстати, а в чем прикол? Вот я сейчас такой могу... А, вы хотите мне сказать, что я не смогу через Костры телепортироваться, что ли? Быстрый переход. Могу. Вроде как. Не знаю, я тыкать не буду. Я не знаю. Вроде все нормально. Ну, хорошо, поехали. Да, выходи уже. Сейчас вы хотите сказать, что двери эти захлопнутся или что? Я дальше буду чисто по чекпоинтам передвигаться? Ну, это будет интересно. Так, оружка у меня вроде есть. Вроде она даже где-то прокачана. Ну, вот храм. Так, что я говорил, что... Фу, пардонте. Холодно ей, а кашляю я. Нормально так. Вроде как главное зло у нас вот эта вот императрица, мумия. Но, по сути, главным злом у нас опять является вот этот Матвей и Матвюша. Главный мудак. Ой, слушайте, я бы тебя дели по-человечески. До этого какого-то шмотерва не было. Вот, кстати, он правильно говорит. Он, блин, правильно говорит. Она тут попереубивала уже несколько сотен людей. Просто, чтобы свою подругу спасти. Она мстительна, но она ему что ли мстить будет за то, что он вернул ее к жизни? Она тебе будет мстить. И опять же, с пистолетом, с автоматом... Нет, давайте я пойду с луком, буду держать тетиву натянутой, чтобы у меня руки устали, чтобы в нужный момент выстрелить неправильно. Ну, или еще что-нибудь. Л, логика. Пимика, 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 пимика. Нафига мне экспо? Ну, как бы... Я понимаю, что, наверное, все это рассчитано на то, что я буду ходить по всем гробницам, облазивать, обнюхивать все засаные углы, и тогда мне хватит улучшений на все мои оружки, на там, на дробаш, на лук, на все, что я хотел. Вот. Но это не та игра, которая... Ну, то есть... Есть игры, которые прикольные, интересные играете, и в которых ты думаешь, ну, пожалуйста, разработчик, ну, дай мне еще одну возможность остаться здесь, дай мне какой-нибудь сайт-квест, дай мне еще что-нибудь, чтобы насладиться атмосферой, чтобы пройти еще что-то. Но это не тот случай. Зачем я здесь? Зачем я сюда спрыгну? Мне вообще сюда надо было или нет? Это что-то забол... А, сюда, да. Это что-то заболтался. Так вот, это игра, которая напичкана всяким побочным вот этим вот поиском артефактов, древностей, гробниц, всякого вот этого. Но находиться здесь, на секундочку, неприятно. И ее хочется... Я почему говорю, что, типа, что найду, то найду, остальное, за остальными возвращаться не буду, потому что здесь попросту больше нечего делать. Это не та атмосфера. Так, ну, ты хочешь, чтобы я вот этой штукой туда бахнул? За этим тут этот угол есть, да? Бам! Нет, не за этим? А зачем? Ты хочешь, чтобы я вот эту дверь выбил? Это я понимаю. Как ты себе все это представляешь? Какая к черту логика в этом? А, то, что его ветром туда придуло? Вы серьезно? То есть ветер у нас магический, он не влияет на стрелы, а влияет на колокол. Ну, блин, игра! Просто, блин, в ауте. Давайте, куда мы цепляться? Туда, что ли? Лара, смотри! Эти пацаны идут в твою сторону. А, то есть, до этого тебе было плевать, типа, вы уезжаете в любом случае, а тут... Не-не-не, без тебя мы не едем, ничего страшного. Мотивация такого поступка. То есть, буквально, ну, по игровому времени, пару часов, зараза, назад, а то сейчас было неплохо, кстати. Пару часов назад, ты такая, иди за Алексом, но если ты не вернешься, нам на тебя срать, мы в любом случае уплывем. Вот, сейчас такая, мы без тебя не уедем. Почему? С чего ты так поменялась? Ну, так сюда нам, залезь сюда. Ой, блин. Оно. Какая неожиданность. Ледоруб оказался полезен на льду. А не только на камнях, скалах. А что вы хотите, чтобы я делал дальше? Я не могу тут покрутить камеру, я не могу понять, куда мне сейчас... Вниз ты хочешь? Или это вниз для того, чтобы... Тебя Будда поймал, как ты могла сдохнуть? Я не пойму, куда дальше. То есть там есть дорога вниз, но мне нужно вниз, вряд ли. Мне нужно вон туда вверх. Вон туда, по идее, мне нужно. А там не было никакого прыжка, никакого перехода. Вот, ну вот, вот что это сейчас было? Да иди, сдохни там. Она такая... Туда тянется рукой, типа, туда можно прыгнуть, но прыгаешь, и там ничего нет. Куда там сейчас прыгать? Давайте еще раз это переиграем, конечно. Посмотрим еще раз эту нестиповую. Спасибо вам, ребят, разработчики, кат-сцену. Мне все-таки туда ниже потом надо. Ну, давайте попробуем ниже. Это просто нелогично. Ну, с другой стороны, в этой игре много чего нелогично происходило. Мне, видимо, на ту крышу надо, да? Или вон туда, вообще? Да! Да, мне сюда. Я офигею на этом параплане, блин. Новый лагерь. Новый лагерь, круто. Я как раз думал, что лагерей-то уже не будет, и всякое такое. Оказывается, что вот он здесь, и давайте, наверное, ребят, здесь мы, наверное, и остановимся. Да. Потому что я не знаю, что будет происходить дальше. У меня такое стойкое ощущение, что мы прям подходим к концу, и, возможно, даже следующая серия будет последней. Я не уверен, но просто тут творится такое. Мне говорят, это точка невозврата. Мне говорят, что вот он Матиас, вот он храм, вот он, вот они самурай, и, пардоните, и все здесь, и все сразу. На, лови! Поэтому у меня такое ощущение, что после этого сейва начнется какая-то большая заварушка. Еще у меня подозрение, что тот огромный чугунный чувак, он не навсегда улетел. Но если он улетел навсегда, это огромнейший фейл, так просто слить такого босса. Но если он вернется, или, возможно, он и будет финальным боссом, я не знаю. Посмотрим, делаем ставки, ребят. Мои прогнозы остаются такими же. Ни одна из, ни один из женских персонажей, он же здесь не умрет. Мои взгляды в самом начале этой серии я объяснил. Единственное, под вопросом остается Джона вот этот вот. Если этот фильм полностью в феминистическую сторону отклонен, то его убьют. Если его делали феминистские вместе с SJW, то он останется жив. Ну, в общем, вот такие вот. Потому что, ну, как мы поняли, что, в принципе, вся эта история, она пропитана расизмом, пропитана сексизмом и всякое такое. В общем, пока что так. Да, ребятки, увидимся тогда в следующей серии. Я думаю, опять же, что она будет последней. А пока что всем спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек и всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!